Всем привет! Это проект Другая Кухня и с вами я, Валерия. Друзья мои, для вас нашла очередную вкусняшку. Потрясающее тесто, оно достаточно жидкое, выглядит по крайней мере так, поэтому надо пробовать. Как это получилось у нас сегодня, посмотрим. Сегодня нам понадобится 1 столовая ложка дрожжей, 220 грамм муки, 80 миллилитров молока, 2 столовые ложки сахара без верха, пол чайной ложки соли, 2 яйца, 60 грамм сливочного масла мягкого и около 100 грамм сыра, может чуть больше уйдет. Для начала сделаем опару, сделаем небольшое углубление в муке, отправим сюда теплое молоко, дрожжи и сахар. Перемешаем и оставим минут на 10, пусть дрожжи начнут работать. Я пробовала даже инстантные дрожжи отправлять сразу в муку, мне не нравится. Мне кажется, так тесто потом подходит дольше. Дрожжи взялись шапочкой, теперь добавляем соль, яйца и все хорошо перемешиваем. Вот такое тесто и должно получиться, оно должно быть не густым. Теперь понемногу вводим мягкое сливочное масло и все хорошо продолжаем вымешивать. Можно сделать это миксером, даже, наверное, удобнее было бы, но я сделаю уже ложкой и руками. И вот так вот вводим масло. Вот такое шелковистое тесто получилось, да, оно получилось вот такое жидкое. Посмотрим, рецепт новый, мне самой очень интересно, как будет на вкус и как это будет булочка держать свою форму. Накрываем пленкой и оставляем минут на 40 до увеличения в объеме в два раза. Вот так у меня поднялось тесто. Прошло около 40 минут. Сейчас достаточно обильно присыпаем. Ох ты, посмотрите, какое оно! Прям вон какое волшебное! Присыпаем мукой и сейчас нам нужно будет его вымесить. Чуть-чуть муки все-таки нам нужно будет добавить. Тесто прям воздушное, но вот сейчас муки нужно будет припылить, чтобы нам с ним удобно было работать. Уйдет еще грамм 30-40. Вот уже мы его можем и вымесить. Посмотрите, тесто по-прежнему вот такое вот жидковатое, но мы больше муки добавлять не будем. Если вам очень тяжело с ним работать, можете на поверхность стола налить немножко растительного масла, что я, наверное, и сделаю. Но муки больше не добавляем. Всего чуть-чуть. Главное, тесто это должно еще быть хорошо вымешано. Его сложно, конечно, вымешивать, но чтобы клейковина развивалась, нужно обязательно вымесить. Все делим на булочки. Так, ну примерно я пополам. Наверное, булочек 6 у нас из этого количества теста получится. Теперь каждый шарик, каждый кусочек теста расплющиваем и кладем несколько кусочков сыра. Я даже, наверное, 3 положу. Заворачиваем, чтобы сыр не вытек. И формируем вот такой рулетик. Подкатываем со всех сторон, чтобы он был красивенький у нас, аккуратненький. И выкладываем на смазанный лист. Я лист еще припылила мукой. И продолжаем. Накрываем булочки пленкой и даем им расстояться минут 15-20. Я вот так ставила кружечку, чтобы она помогла мне и пленка не прикасалась. Теперь беру вот так желточек, Пару капель молочка. Вот такая столовая ложечка получилась. Хорошо перемешиваем. В это же время я разогрела уже духовку до 180 градусов. Аккуратно смазываем красиво. И выпекаем до готовности. У меня, я думаю, уйдет на это минут 20. Ориентируйтесь по своей духовке. Ну что, друзья мои, иногда много это не есть хорошо. Это значит просто много. Вот у меня сыр в некоторых булочках прям так обильно вытек. Видимо, вот это та лишняя часть. Не делайте так, как я. По два кусочка вполне-вполне себе. Ну я, конечно, понимаю, что сыр не пропадет. Что он настолько сейчас даже аппетитный и классный, что я уже хочу кофе быстренько налить. Все, даем булочкам остыть. И разрежем, посмотрим. Пахнут они. Вот вообще великолепно. Отличные булочки получились. И посмотрите, какие пышненькие. Какие классные. Вот прям хочется нажать, а она вот такая ай-ай и назад возвращается. При условии, что тесто, помните, какое было. Такое, достаточно жидковатое. Для чистоты эксперимента я решила разрезать горячую все-таки булочку, чтобы посмотреть, что же у нас там внутри. Какая у нас там красотень. Ай! Горячо. Немножко, видите, за счет того, что я разрезала горячую булочку, я примяла само тесто. Разрежем еще, когда остынет. Но посмотрите, какая красотень. Сыр расплавленный. Ну, это что-то. Я очень люблю. Для этого я беру такую вот моцареллу белорусскую. Она вот все-таки хорошо так плавится и тянется. И вкусно. Булочка почти остыла. Самое время проверить, как же у нас будет тесто здесь. А оно, посмотрите, вот какое. Потрясающее. Потрясающее. Классное. Вот ты его нажимаешь, оно восстанавливается. Настолько тесто хорошее. Я в полном восторге. Друзья, я его уже попробовала. И я вам скажу, что это, наверное, одно из самых удачных вариантов теста, которое я пробовала для выпечки. Потрясающее. Не побоюсь повториться. Обязательно готовьте такие простые вкусняцкие булочки, я думаю, с любой начинкой, с яблоками, с картошкой, с чем угодно. И тесто фантастика! Готовьте сразу 2-3 порции, не пожалеете. Очень рекомендую. С вами была я, Валерия. Это проект Другая Кухня. Всего доброго! Пока!